С каждым годом скорость наших компьютеров неумолимо растет. Больше ядер процессора, больше оперативной памяти, больше дискового пространства. Но какое это все имеет значение, если мы с вами не становимся быстрее? Какая разница, сколько тарафлопс в вашей видеокарте, если вы работаете с ней медленно? Именно поэтому в этом видео я собрал несколько своих фишек, которые я использую в своей работе, чтобы ее ускорять. Пункт 1. Горячие клавиши. Для кого-то это может показаться достаточно банальным, но, будем честны, далеко не все их используют по сей день. А ускоряет работу за компьютером это на значительный уровень. Для тех, кто не знает, горячие клавиши — это специальные комбинации клавиш на вашем компьютере, которые выполняют определенные действия. Как пример, одна из самых популярных комбинаций — это Ctrl-C. Данная комбинация копирует текст, изображение, файл либо папку. Есть аналогичная ей Ctrl-V, которая, соответственно, вставляет этот текст, файл, картинку либо папку. Применяется везде и всюду. Помимо них, лично те, которые использую я — это Ctrl-X для всего того же нового вырезания, а не копирования. Ctrl-Z — для отмены последнего действия, в некоторых ситуациях последних действий, если это, например, Photoshop. И Ctrl-F — для поиска текста на страницах либо таблицах. Незаменимая вещь. И, конечно, Ctrl-A — для выделения всех файлов либо всего текста. Очень удобно для последующего копирования либо их удаления. Да, конечно, можно всегда нажимать правой кнопкой мышки и выбирать необходимое вам действие — будь то найти, вставить либо копировать. Но это замедляет работу, когда вы делаете это абсолютно постоянно, в течение вашего рабочего дня. Также практически каждая специализированная программа имеет свой определенный набор горячих клавиш, как тот же самый Photoshop, где клавиша B отвечает за активацию кисти и клавиша V — за активацию курсора перемещения. Также хочу заметить, что в операционных системах macOS вместо клавиши Ctrl нужно нажимать клавишу Command. Пункт второй — консоль управления МЦ. Данная консоль существует исключительно в операционных системах Windows и что она себе и представляет. Фактически, это просто набор различных инструментов для управления операционной системой. Почему же стоит использовать именно ее, а не просто находить эти пункты? Ну, во-первых, в некоторых ситуациях это банально быстрее. То есть проще всегда открывать консоль и знать, что там есть все пункты, которые вам нужны, чем отдельно искать какой-то из пунктов. Второе ее преимущество в том, что можно сохранить ее состояние. То есть сохранить состояние тех консоль управления, которые вы в ней открыли. Если теми или иными настройками вы пользуетесь довольно часто, то вы можете сохранить ярлык на свой рабочий стол и открывая его, у вас будут автоматически открываться необходимые вам пункты управления. И третья особенность, достаточно редко используемая, но кому-то может пригодиться. Заключается в том, что у диспетчера устройств нет понятия запуск от имени администратора. То есть, если на компьютере вы залогинены под обычным пользователем, без привилегий администратора, то при открытии диспетчера устройств он не даст вам управлять устройствами. И запустить его от имени администратора, чтобы у вас появилось окно с вводом логина и пароля администратора, не представляется возможным. Но в каноне с соли управления МЦ имеется пункт диспетчер устройств, а саму консоль управления МЦ уже можно открыть с привилегиями администратора. Пункт третий. Клавиши. Да, возможно, стоило вставить этот пункт именно в горячие клавиши, но все-таки они уже получились достаточно широкими, поэтому я решил вывести это отдельно. А именно, те клавиши, которые использую я сам чаще всего. Tab, Delete, F5 и F11. Tab для переключения активного окна. Очень удобно при заполнении анкет или работы с программами, в которых нужно вводить множество полей с текстом. Delete для удаления текста и для удаления файлов либо папок. Это опять-таки же быстрее, чем нажимать правой кнопкой мышки и нажимать каждый раз удалит. F5. Очень полезен в браузерах при обновлении страницах и, в принципе, клавиши F5 практически везде выполняют функцию обновить, но чаще всего это используется в браузерах. И F11. Также в браузерах открытие полнооконного режима. Иногда, когда вы работаете с текстом, вам нужно его читать, либо вам его нужно копировать. Очень удобно, когда текст открыт на весь экран и ничего вам больше не мешает. Клавиша Windows. Она имеет множество комбинаций с другими кнопками, но я ее использую только в одном назначении — это открытие поиск меню пуска. Windows 10 и Windows 11 — все программы можно найти через это меню. И это порядком быстрее, чем сворачивать все активные окна, доходить до чистого рабочего стола и пытаться найти там ярлык. Просто нажимаете клавишу Windows, вбиваете первые несколько букв названия программы, и вот она уже у вас, и вы можете ее открыть. Пункт четвертый. Гриншот. Он же аналог лайтшота. Практически на каждой современной клавиатуре есть клавиша под названием Print Screen. Данная клавиша делает снимок вашего экрана точно так же, как это сейчас делается на всех современных смартфонах. И штука достаточно удобная, но не во всех ситуациях. То есть в буфер обмена вам копируется снимок вашего экрана, который потом вы можете вставить в любых мессенджерах посредством той же самой клавиши Ctrl V, либо вставить в графических редакторах. Но далеко не всегда удобно присылать весь снимок экрана, особенно учитывая, что у вас может быть какая-то конфиденциальная информация. И существуют специальные программы, которые помогают упростить и автоматизировать этот процесс. Как пример, бесплатная программа GreenShot. При нажатии клавиши Print Screen вместо того, чтобы происходил снимок всего вашего экрана, у вас появляется затемненное окно, в котором вы можете выбрать необходимую вам область на вашем экране и скопировать в буфер обмена именно ее, либо же сохранить этот снимок как отдельный файл и потом уже его куда-то отправлять. Скопированный в буфер обмена снимок можно точно также переслать в любых мессенджерах, что крайне удобно, либо вставлять в графических редакторах. Пункт пятый и заключительный. Разные учетные записи в браузерах. Лично я пользуюсь браузером Google Chrome и в нем есть понятие, как учетные записи и синхронизации. Что это и что это позволяет делать? Это позволяет вам зайти в вашу учетную запись, создать там ваши закладки, сохранить пароли и потом, когда вы, к примеру, решите переустановить операционную систему, либо использовать другой компьютер, вы можете зайти в свою же учетную запись и из интернета вам подгрузятся все ваши закладки и все ваши пароли. Крайне удобная вещь в ситуации, когда вы довольно часто меняете компьютер, либо переустанавливаете операционную систему. Вместо того, чтобы хранить все пароли в голове, а в современных реалиях это практически невозможно, вы их храните в облаке. Да, конечно, можно сказать, что это вредит безопасности вашей пароли и ваших закладок, но будем честны, если Google умеет это делать, то даже если вы не будете разрешать ему это делать, он все равно будет это делать. А так у вас хотя бы у самих будет к этому доступ. Но на этом все не заканчивается. Естественно, за счет наличия учетных записей можно сразу использовать несколько учетных записей. Как это использую лично я? Я использую учетную запись для работы и личную учетную запись. Это позволяет мне разделять сервисы, разделять пароли и разделять закладки. То есть, если я имею один общий мессенджер, который я использую в рабочих целях и в личных, и, соответственно, у меня две разные учетные записи, мне не нужно каждый раз перелогиниваться в учетные записи этого мессенджера. Я просто имею две отдельные вкладки браузера, если быть точным, два отдельных окна браузера, где в одном у меня всегда автоматически открывается рабочий мессенджер, а в другом личный. То же самое с закладками. У меня не перемешиваются личные рабочие закладки в одной общей панели, или их не нужно разбивать по разным папкам. Это не создает путаницы в работе, а наоборот помогает ее структурировать. Надеюсь, идеи, которые я рассказал в этом видео, оказались для вас полезными и интересными, и вы будете использовать их в своей работе. Если у вас имеются какие-то свои особенные фишки, которые вы считаете крайне интересными, и вы считаете то, что люди их не используют, я буду искренне рад, если вы напишите об этом в комментариях. Если этих фишек наберется достаточно большое количество, то, соответственно, я запишу второе видео уже с вашими фишками в работе. А на этом спасибо за просмотр и всем пока!